поубирал я все с улицы от дождя чтоб там зря не мокло и вот восьми фитовые я их поставил под стенку они влезли а вот это 12 12 2 листа по 12 и они очень длинные и на данный момент они мне здесь мешают так что вот я решил сегодня их разрезать вот эти 12 я разрежу просто пополам и вот этих восьми фитовые мне их нужно тоже просто пополам 22 на 12 и там у меня 5 штук на 8 2 и 5 7 листов за один проход сделаю резать я буду пилой обыкновенной которые дерево пилю только что поставлю лезвие по металлу оно предназначено специально для металла и нержавеющей стали вот как видите они говорят что воно приезжает все на свете и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... На то новое и... Ах, а зачем мне сменять лезвие? Я могу сменить пилу! Это новая пила, я еще ни разу не пользовался, но купил давно, купил давно. Ценник говорит, что я ее купил пятого месяца, восемнадцатого года. Она у меня пролежала в коробке, но, как видите, я ее взял за полцены. Это обычное лезвие по дереву на двадцать четыре зуба, то есть такая черновая работа. И ставим наше по металлу. Новенькое, еще запечатанное, никто его ни разу не снимал. Пила сейчас, лезвие опущено на максимальную глубину. Уже мотор касается подошвы. И мы видим, как она провалена глубоко за листы из стали. Вот так должно быть. А не так, как бывают люди пилят, опустят немножечко, что оно еле-еле опустилось вглубь за материал и пилят. Так сложно пилить, и так, наоборот, портится пропиливаемый материал. Его рвет. Ну вот, собственно, все готово. Сейчас будем пилить. Нельзя спешить. Очень медленную подачу. Так. Нельзя спешить. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...